в новой цифровой парадигме абсолютно не важно каким количеством ценностей вы обладаете важно как вы распределили свои ценности существует три способа распределить ценности проекта так называемые три кита распределения у каждого из этих способов есть свои плюсы есть свои минусы каждый из этих способов имеет свою историю и продолжает развиваться форма этих способов меняется но структура остается прежней первый способ распределить свои ценности это продать свои ценности за деньги. Изначально сообщества создавали свои ценности и выражали их в токенах. И эти токены начинали представлять ценность не только для участников сообщества, но даже для тех людей, которые участниками сообщества не были. Более того, способ продать свои монеты за деньги имеет один большой минус. Потому что люди, которые покупают токены проекта за деньги, покупают их с одной лишь целью. Продать эти токены по максимально выгодной цене после листинга этих токенов на бирже. В результате чего проект стартовал, продавал токены своего проекта. Люди покупали эти токены, ждали листинга на бирже. И только этот листинг начинался, люди продавали свои токены с x5, x10, в результате чего цена токенов падала вниз и проект прекращал свое существование. Плюс распределения своих токенов за деньги. Это то, что проект сразу получает деньги для своего развития. Минус заключается в том, что люди, которые приобрели токены за деньги, имеют всего одну цель – продать эти токены по более выгодной цене. То есть люди покупают эти токены не потому, что они заинтересованы в самом проекте, а они заинтересованы в прибыли. И в принципе этим людям плевать, что покупать. Они готовы купить соленые огурцы в банках, лишь бы это дало x5 в максимально короткие сроки. Но способ распродать свои ценности за деньги не исчез из-за того, что ранние инвесторы сразу же продавали свои токены после листинга на бирже. Этот способ просто приобрел новую форму. И сейчас это известно как пресейл или комьюнити сейл. Когда токены распродаются небольшими частями до листинга на бирже, но есть одно условие – вы не можете сразу же распродать токены, которые вы купили на пресейле. В зависимости от проекта вам придется ждать от трех месяцев до года, прежде чем вы сможете вывести свои токены и продать. Это дает возможность проектам не потерять ценность сразу после листинга. Кроме всего прочего, не надо забывать, что человек, который приобрел токены проекта за деньги, в один из моментов начинает спрашивать с проекта «Алло, малё, где мои денюжки?». Хорошо, что есть способы распределить токены проекта без денег. Второй способ распределить ценность своего проекта – это раздать токены тем, кто принес непосредственную пользу проекту. Часть токенов получит тот, кто сделал сайт проекту. Часть токенов получит тот, кто сделал видео для проекта. Часть токенов получит тот, кто сделал дизайн проекту. Этот способ стал известен нам как баунти-компания. Он позволяет проектам найти участников для проекта, не имея никаких средств. И чем лучше участники выполнить свою работу, тем выше будет цена токена после листинга. Минус заключается в том, что люди, которые выполняют задания, это, как правило, фрилансеры. И сразу после того, как они получают вознаграждение, они переключаются на другой проект. Новые формы баунти-компаний это челленджи, соревнования, в которых огромное количество людей пытается выиграть главный приз, предоставляя проекту наиболее качественный продукт. Но на этом способы распределения ценностей не заканчиваются. Третий способ распределить ценности своего проекта, это раздать свои токены неопределенному кругу людей. И несмотря на то, что этот способ кажется абсолютно неэффективным, на самом деле он имеет огромное количество плюсов. Ваши токены сразу попадают к огромному количеству людей. И любой проект может сказать, смотрите, наши токены находятся у 100 тысяч людей на адресах, все их держат, никто их не продает, наверняка это большая ценность. Этот способ распределения токенов стал известен нам как Airdrop. Буквально с неба упало. При распределении токенов при помощи Airdrop встает два важных вопроса. Первый это кому распределить эти токены? На какие адреса послать токены? Например, число активных адресов сети Ethereum медленно, но верно приближается к одному миллиону. Как понять, на какие из этих адресов стоит отправлять токены по Airdrop, а на какие не стоит? Второй момент, что даже если вы поймете, на какие адреса стоит разослать свои токены, где гарантии в том, что эти люди не продадут свои токены сразу после листинга? Оба вопроса закрыл проект Persistence, придумав новую форму Airdrop, которая называется StakeDrop. Persistence это Interchain проект, который рассматривает Proof of Stake как новую экономическую парадигму. Они запустили свой проект совместно с такими знаменитыми постсетями, как Cosmos Network, Polkadot и Tezos. Грубо говоря, участников всех постсетей можно разделить на две категории. Это спекулянты, те, кто торгуют монетами, и это стейкеры, те, кто стейкают свои монеты для получения вознаграждения от сети. Именно стейкеры являются целевой аудиторией StakeDrop, так как люди, которые уже стейкают монеты в одном проекте, скорее всего не продадут монеты, которые получат при StakeDrop, а также их застейкают, чем принесут дополнительную ценность всей сети. Стейкеры Cosmos Network, Cava, Terra, Matic Network уже приняли участие в StakeDrop от Persistence. На очереди стейкеры Iris Network, Polkadot и Tezos. Кроме всего прочего, любые спекуляции с XPRT, это токен Persistence, исключает то, что токены, которые вы получите при StakeDrop, нельзя сразу вывести и продать, вы можете их только застейкать. Возможность вывести и продать токены XPRT станет возможной только через год после получения StakeDrop. Цена XPRT уже дала X30 с момента пресейла и маловероятно, что через год она будет меньше, тем более, что Persistence занимается такими перспективными направлениями, как DeFi, NFT и токенизация реального сектора. Мне никто не платит за то, что я рассказываю вам о проекте Persistence. Я говорю вам о нем, потому что я являюсь его непосредственным участником в качестве валидатора. Имя моего валидатора PostHuman и комиссия на моем валидаторе всего один процент. Это значит, что за стейтинг XPRT вы будете получать 42% годовых. Сам себя не пропиаришь, никто тебя не пропиарит. Но на самом деле Persistence это молодой проект, который только начинает свой путь и поэтому каждый может найти в нем свое место. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Форклок, а мы расскажем вам о том, на что мы сами подписались. Пока! 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 Пока!